Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга открытым оком. Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2600. Можно ли кратко раскрыть, что же на Соборе было, ждать ли чего от начальства нового? Отвечает Патриарх Алексей II. Патриарх Алексей сообщил об увеличении в Москве за прошедший год количества храмов и часовин с 560 до 645 и числа священнослужителей с 1485 в прошлом году до 1586 человек. В настоящее время Русская Православная Церковь насчитывает 132 епархии. Число архиереев на сегодняшний день 167 человек. Из них 131 епархиальный архиерей, 24 векарных архиерея, 12 находящихся на покое. Действует 652 монастыря, в том числе в России 189 мужских монастырей и 205 женских. На Украине 79 мужских монастырей и 76 женских. В Белоруссии 7 мужских монастырей и 18 женских. В Молдавии 25 мужских монастырей и 24 женских. Общее количество приходов 26 590. Из них в России 12 638. Количество воскресных школ в России 4696. В ведении патриарха находится 25 ставропегальных монастырей, в число которых входят 4 мужских и 4 женских обители, находящихся в Москве. Общее число храмов и часовин в Москве 711. В том числе 7 кремлевских соборов, 2 кафедральных собора, 5 храмов при синодальных учреждениях, 296 приходских храмов, 116 патриарших подворьей, 64 монастырских подворья, 67 монастырских храмов, 7 крестильных храмов, 65 часовин, 82 храма и часовни в состоянии строительства. Богослужения совершаются в 580 храмах и 65 часовнях. Не возобновлено богослужения в 15 храмах, 34 храма не освобождены от прежних арендаторов, 122 храма являются домовыми. В приходах Москвы совершают служение 750 священников, 290 диаконов, всего 1040 клириков. В монастырях совершают служение монастырское духовенство, 320 священников, 154 диаконов, всего 474 клирика. Кроме того, имеются клирики, состоящие в заштате, 28 священников и 20 диаконов, всего 48 клириков, общее количество духовенства 1113 священников, 473 диакона, всего 1586 клириков, в том числе 12 клириков, находящихся в заграничных командировках. «Мы дожили до страшного времени, когда началось вымирание нашего народа, со всей ответственностью можем сказать, что это явление имеет духовные корни». Конец цитаты. Патриарх Алексей II. «Церковь всегда учила, что убийство ребенка в отчреве матери – страшный смертный грех. В нас же время в России ежегодно совершается огромное количество абортов. Удивительно ли, что народ вымирает? Спрашивается, а достойен ли такой народ жить? Несправедливо ли становится он поношением человеков? Разве не должна церковь возвысить свой голос за щиту нерожденных детей? И не падет ли на нас пастырь и народа Божия вина за их смерти, если мы будем молчать? Разве не должны мы, пастыри, неустанно противоборствовать детоубийству?» Сказал Патриарх Святейший. Одним из следствий неуважения к бытию человеческой личности в России становится пренебрежение к своей собственной жизни. «Нет ничего хуже самоубийства, однако число случаев в совершении этого страшного греха с каждым годом растет. Основная причина этого явления – отсутствие цели в жизни и неверия в жизнь будущего века», – сказал Святейший Патриарх. Цитата. Широкое распространение сегодня получило мнение о том, что человек вправе распоряжаться своей жизнью. Сегодня в обществе звучат голоса, требующие легализовать это греховное, так сказать, право. Предпринимаются попытки объяснения самоубийства в медицинских терминах, дав ему название «эвтаназия». Ужас ситуации в том, что орудиями убийства предполагается сделать врачей, которые подолгу своего служения обязаны заботиться о сохранении жизни человека. Мы должны со всей твердостью заявить, что «эвтаназия» есть один из видов сознательного самоубийства. В религиозном отношении это крайняя степень отпадения от Бога. Православная церковь не может квалифицировать пропаганду «эвтаназии» и самоубийства, иначе как скрытый или явный сатанизм. Сегодня в этой области нам приходится наблюдать ряд негативных явлений. Это и общая статичность церковного быта, отсутствие динамики в приходской жизни, малая посещаемость храмовых богослужений молящимися, отсутствие религиозных интересов у подрастающего поколения. С горечью отметил патриарх, отметил оскудение молитвенного настроя, духовного горения, перед Богом участие в духовенстве. «Тревожным признаком обмиршения православного сознания, умоления церковности, духовного ослепления является все усиливающаяся коммерциализация многих сторон приходской жизни. Материальная заинтересованность все чаще выходит на первое место, заслоняя и убивая собой все живое и духовное. Нередко храмы, подобно коммерческим фирмам, торгуют, так сказать, церковными услугами». Конец цитаты. Патриарх Алексей II. «Ничто так не отторгает людей от веры, как корыстолюбие священников и служителей храмов. Ненапрасно сребролюбие называется гнусной, убийственной страстью и удиным предательством по отношению к Богу, адским грехом». Напомнил присутствующим первосвятитель. «По мнению святейшего патриарха Алексея, недопустимо взимание какой-либо платы за совершение таинств, в особенности за святое крещение, дабы не отвечать пастрям на страшном суде за то, что препятствовали спасению множество людей». Цитата. Патриарх Алексей II. «Одновременно мы можем и должны объяснять людям, что храмы есть достояние всего народа Божия, и потому христиане должны приносить посильные жертвы на их ремонт и содержание. Но эти объяснения должны быть не назойливым вымогательством денег, а только добрым отеческим разъяснением и напоминанием», подчеркнул святейший патриарх. Также говорил о равнодушном отношении некоторых священнослужителей к своим обязанностям. Цитата. «Думается, ипархиальному совету следует внимательно относиться к испытаниям кандидатов священства и, принимая решение о возможности посвящения ставленников в сан, обращать самое пристальное внимание на соответствие его способностей и требованиям времени. Во взаимоотношениях пастырей и прихожан иногда существуют проблемы, возникающие в результате деятельности как безудержных, так сказать, прогрессистов, реформаторов неообновленцев, так и неоконсерваторов, фанатично цепляющихся за все старое и боящихся всего нового». Цитата. «Говоря о восприятии богослужебной или пастырской традиции, не следует забывать, что следование преданию не есть механическое копирование внешних форм, но живое осмысление и творческое притворение в жизнь перенятого опыта. «Практически вывод из сказанного может быть только один. Не должно быть ни самоволия, ни самообольщения, во всем должна быть разумная дисциплина и благоустроенная свобода», — сказал предстоятель русской православной церкви. «Так священник, так сказать, младоставец, требует неукослительного послушания не Христу его церкви, а себе. Тем самым он обманывает людей, спекулируя на церковной мудрости о том, что послушание выше поста и молитвы». «Страшно, когда священник, как бы забывая Христа, на первое место ставит свое «я», устраивает церкви секту. Духовное руководство не манипулирование сознанием людей, а власть любви, а не духовное насилие». «Миссионерское служение, так сказать, вторичная христианизация России, перед нами открывается необъятное поле для миссионерских трудов». «Свидетельство мира о Христе становится сегодня нашей главной задачей. Нужда евангельской проповеди особенно сильна в крупных городах. При этом следует иметь в виду, что миссионерство на некогда православных территориях, так сказать, вторичная христианизация, требует новых методов и специальной подготовки проповедников, которым придется трудиться в условиях современного мегаполиса». Конец цитаты. Патриарх Алексей II. «Каждого человека, зашедшего в храм, священник обязан встречать с любовью, как желанного гостя, пометуя, что он не хозяин храма, а смиренный служитель Господа и его народа», — сказал докладчик он же. «Но в первую очередь пастырю следует идти к тем, кто сам не может посещать храм. Он должен найти воинские части, приюты, интернаты, дома престарелых, изоляторы, тюрьмы». «Работа с молодежью остается приоритетной для пастырей», — подчеркнул Святейший Патриарх. «Если мы, говорит он, не хотим потерять для церкви молодых людей, то должны относиться к ним с теплотой и вниманием, стремиться увидеть за внешней холодностью и настороженностью живую душу, жаждущую теплого слова и обращенную к Богу. Если мы не можем профессионально работать, лучше вообще не заниматься журналистикой. Если не умеем отстаивать интересы церкви в радио и телепередачах, лучше не соглашаться на приглашение в них участвовать. Если наши высказывания во время интервью могут послужить соблазном для других, лучше промолчать». Алексей II призвал московское духовенство уделять особое внимание религиозному образованию. В первую очередь это касается воскресных школ, преподавание в которых, по мнению первосвятителя, нередко ведется формально, сухо и никак не соотносится с реальной жизнью. Учебные программы воскресных школ чаще всего ориентированы на детей от 5 до 12 лет, тогда как подростки остаются без особого попечения. «Отвечает Игнатий Лапкин». Патриарх лишь статист здесь, бесполезный наблюдатель. Если бы он был духовно рожденный, он бы обратился к Слову Божию и ушел в затвор на покаяние, а не махал рукавами широкими. Он же совершенно никакой труженик на Неве Божией. Это ему доклад референты составили. Он его с расстановкой и прочитал, как генсек Брежнев. Вот что Бога Игова говорит о нем и о его присных. Второзаконие, 28 глава, 20 стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истремлен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Книга пророка Исаии, 1 глава, 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Иеремии, 18 глава, 8 стих. «Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Пророка Михея, книга 7 глава, 3 стих. «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Филиппийцам, 3 глава, 2 стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания».